Аль-Арабия Речь идет об артиллерийском обстреле с израильской территории. Жителям приграничной полосы советуют найти укрытие и не покидать бомбоубежище. Число погибших в секторе газа за три дня конфликта возросло до 115 человек, сообщает Минздрав Анклава. Более 600 ранены. Ночью члены движения «Хамас» запустили около 100 ракет по израильскому городу Ашкелон. Его жители провели ночь в подвалах и бомбоубежищах. Большинство снарядов были перехвачены израильской ПВО, но некоторые долетели до города. На видео из Ашкелона видны локальные пожары. О жертвах-разрушениях данных пока нет. Всего с начала обострения. Члены «Хамас» запустили по Израилю более 1700 ракет. Генсек ООН Антонио Гутерриш призвал к немедленной деэскалации конфликта, прекращению боевых действий в Израиле и секторе газа. В воскресенье пройдет открытое заседание Совета безопасности, где будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее уже прошли два закрытых заседания, но согласовать текст коллективного заявления на них не удалось. Первые числа мая. Власти Израиля предприняли попытку выселить несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. Под угрозой оказались около 70 человек. Своё решение Тель-Авив обосновал тем, что палестинцы живут на земле, которая еще до основания Израиля, в 1948 году, принадлежала еврейским религиозным объединениям. Арабы не стали ждать выселения. В Восточном Иерусалиме вспыхнули протесты и беспорядки. Пик беспорядков пришелся на 7 и 8 мая. Дополнительно обострило обстановку то, что израильская полиция ограничила доступ мусульман к расположенной на храмовой горе мечети Аль-Акса. 7 мая, сразу после пятничной молитвы, тысячи прихожан начали бросать камни и запускать петарды в сторону силовиков. Те в ответ применили слезоточивый газ, светушумовые гранаты и резиновые пули. Ранение получили 53 палестинца. На 10 мая было назначено вынесение Верховным судом Израиля вердикта по делу о выселении палестинских семей из квартала Шейх Джарах в Восточном Иерусалиме. Из-за продолжающихся столкновений между арабами и израильтянами заседание так и не состоялось. Его перенесли на неопределенный срок. В тот же день на сцену вышли боевики движения «Хамас», которые контролируют сектор газа. С 10 мая они начали обстрел израильских территорий, на следующий день предприняли массированную атаку. Более сотни ракет полетели в сторону Тель-Авива и аэропорта «Бен-Гурион», который более чем на час прекратил работу. С вечера понедельника с территории сектора газа, как заявили в Тель-Авиве, по территории Израиля выпустили свыше тысячи ракет и минометных снарядов. В ответ в небо поднялась авиация «Цахал». Израиль нанес авиаудары по более чем 500 объектам «Хамас» в секторе газа. В результате операции, по словам израильских военных, убиты десятки боевиков, в том числе ключевые фигуры разведки. Уничтожены многочисленные склады с оружием и подземные шахты для запуска ракет в сотни зданий, где находились штаб-квартиры лидеров «Хамас». «В настоящий момент наша операция в самом разгаре. Мы атаковали уже сотни объектов боевиков из группировок «Хамас» и «Исламский джихад» на территории сектора газа. И это только начало. «Хамас» и «Исламский джихад» дорого заплатят за то, что они совершили. И это я вам говорю. Они заплатят за это своей кровью». Тель-Авив объявил о призыве пяти тысяч резервистов. Границы с сектором газа также стягивается бронетехника. Минобороны Израиля подчеркивает, что цель атак исключительно объекты «Хамас». Однако признали, что некоторые склады оружия боевиков находятся в жилых домах и призвали мирных жителей не приближаться к таким местам. Власти же Палестина обвинили Тель-Авив в том, что с воздуха бомбят также правительственные учреждения и полицейские участки. Пока никто уступать не хочет. И растут жертвы с обеих сторон. Только за эту ночь в результате ракетных обстрелов со стороны «Хамас» в Израиле погибли три женщины. 46 человек получили ранения. Об этом сообщили израильские СМИ. А Минздрав Палестины заявил, что жертвами авиаударов по сектору газа стали 35 палестинцев, включая 12 детей. Сотни человек ранены, местные больницы переполнены, врачи оказывают помощь пострадавшим в полевых условиях.